Председатель партии Нур-Отан Нурсултан Азербайев принял члена Бюро политического совета партии премьер-министра Аскара Мамина. Глава правительства рассказал о результатах мер, принятых для стабилизации социально-экономической и эпидемиологической ситуации в 2020 году. В свою очередь Ельбасы отметил рост ключевых макроэкономических показателей в Казахстане. Рост наблюдается в легкой промышленности, фармацевтике, машиностроении и ряде других отраслей. По информации Аскара Мамина, инвестиции в основной капитал составили 17%. Безработица в Казахстане осталась на уровне 5%. В проектах в рамках карты индустриализации позволили создать 19 тысяч рабочих мест по всей стране. Избежать негативных сценариев развития в условиях пандемии удалось благодаря слаженным действиям госорганов, общественных институтов и активной работе партии Нур-Отан. По сравнению с другими развивающимися странами, наша экономика выросла на 2,6%. Это большой успех. Рост фармацевтики на 40%, машиностроения и легкой промышленности на 16%. Это все очень хорошие показатели. И этот рост показывает, что несмотря на трудности, мы также будем развиваться во всех сферах. В прошлом году в реальном секторе экономики прирост в обрабатывающей промышленности составил 3%. Кроме того, мы сдали в эксплуатацию 15 миллионов квадратных метров жилья. Это небывалый показатель. Если сравнить с 2019 годом, то мы видим рост на 14%. Постепенно возобновляется работа сферы услуг. Работа проходила в сложнейших условиях пандемии, коронавируса. Весь мир страдал, мы и страдали. Люди до сих пор страдают. Еще не видно конца. В Европе снова разгорается. Поэтому не расслабляться. Предварительные меры принимать. Готовить койко-места. Готовить медицинский персонал. Я думаю, в этом году преодолеем это все. Задачи, поставленные в стратегических программах, которые я вводил. Вопросы, которые ставит президент сейчас. Будем двигаться к этому.